18 марта у православных начался Великий пост. Он продлится 7 недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 5 мая. Это событие обычно притягивает большой интерес. Причем, судя по характеру этого интереса, не только у верующих и воцерковленных людей, но и у самой широкой светской публики. Как провести это время правильно, узнал наш корреспондент. Великий пост самый важный и строгий. Он был установлен в первые века христианства как особая подготовка к главному событию в истории человечества — светлому Христову Воскресению. Пост воздерживается от скоромной пищи животного происхождения — мяса, яиц, молочных продуктов. Разрешаются любые овощи, ягоды, фрукты, орехи, зелень, грибы и все блюда, приготовленные из продуктов растительного происхождения, но в умеренном количестве. Важно помнить, что Великий пост — это не диета и не столько про еду, сколько про духовно-нравственное преображение и очищение души. Это духовное упражнение, которое должно помочь прийти к правильному состоянию души и переосмыслить ценности в своей жизни, увидеть то, что действительно важно и может качественно улучшить состояние души, а именно общение с Богом. И то, что мы называем приверженностью духовными ценностями. Именно в этом и помогают церковная служба, святая молитва, чтение Евангелия, духовной литературы, таинство, исповеди и причастия. Это самое главное не только в дни поста, но и во всей жизни человека. Особенно важно посещать храмы и службы именно в первую и последнюю седмицы Великого поста. Если есть любая возможность посещать храм в эти великие дни Великого поста, конечно, нужно ее использовать обязательно. И церковь предлагает для этого уставные богослужения. График богослужений есть и на сайте епархии, и вывешен на стендах собора. Полезно посещать чтение Великого канона Андрея Критского, который будет совершаться первые четыре дня первой седмицы Великого поста по вечерам. У нас также будет в 18 часов совершаться это богослужение, торжественно. Всех приглашаем. Смысл поста — покаяние, желание стать ближе к Богу, осознание своих грехов, стремление жить по святым заповедям. В некотором роде пост — это тренировка на выносливость, в навыке воздержания не только от пищи животного происхождения, но и от всего злого, греховных поступков, слов и даже мыслей. Задача поста — чаще исповедоваться и причащаться, больше молиться и ограждать себя от греховных соблазнов, хранить свое сердце в чистоте, делать добро и быть счастливым.